Некуда смотреть. В камеру? Доброе утро, Полтава! Доброе утро, Полтава! У нас господин Максим Иванов, человек, который помогает развиваться бизнесу в Полтаве, несмотря на то, что вы такой молодой. Проводите у нас стендапы-бизнес. Что вы еще проводите у нас? Битвы стартапов, бизнес-форумы, запускали бизнес-инкубатор. Сейчас проводим бизнес-нетворкинг. Это так, чтобы вы поняли, кто знаком вообще с этими проектами, которые слышали, видели и все остальное. Последнее слово. Бизнес-нетворкинг. О боже, расшифруйте. Если брать прямую трансляцию, то это уже считается как некая профессиональная деятельность. То есть налаживание контакта и поддержка этих контактов. Не хватает, чтобы поддерживать контакт, просто с ним познакомиться. Регулярно с ним нужно встречаться, писать ему, напоминать о себе. Потому что если прошло, например, 3 месяца, то этот контакт уже может быть, ну он уже будет не такой к вам лояльный. Поэтому нетворкинг в мире считается как именно грамотное налаживание взаимоотношений между людьми. Ничего себе. Что еще из таких интересных слов? Ничего. У вас в ближайшее время мероприятие. Насколько я знаю, в принципе, почему мы сегодня здесь встретились. Число, где и все-все-все. Расскажите, что там будет. Да, 23 марта в Полтаве в ресторане Шато Галери в 6.30 будет проводиться в этот же бизнес-нетворкинг. То есть мероприятие создано для таких целевых групп людей. Это инвесторам, это предприниматели, это немножко кусочек власти. У нас будет и эксперты. Зачем они туда... Ну, просто их будет меньше всего в процентном соотношении. Вы уже договорились с людьми. Я уже договорился, да. Они будут вести данные лекции, курсы? Они не будут ничего вести. То есть мероприятие оно фуршетного плана. То есть, грубо говоря, есть закуски, вино, соки. Они встречаются, они общаются, они решают какие-то свои определенные задачи и они обмениваются своими контактами, связями, опытом. То есть, такой площадки в Полтаве нету, где бы разные сферы деятельности могли встретиться и, возможно, закрутить какие-то свои новые дела. Но основное, что, по крайней мере, я решаю на этом мероприятии, если мне ставят какую-то определенную задачу, найти маркетолога, найти HR, найти любого кого-то, какого-то управленца, я максимально пытаюсь эту задачу выполнить, также этого человека на нетворкинг привести и их познакомить. То есть... Вы связующее звено. Да. Вы создаете атмосферу для знакомства между людьми. Я правильно понимаю. Да. Вы сам лично будете знакомы с каждым из этих людей. Да. И, в принципе, если мне надо найти какого-то специалиста в какой-то отрасли, я с вами созваниваюсь, если я не успел познакомиться на мероприятии. И вы уже координируете, где-то сводите... Да. Это первое. А второе, каждому участнику на мероприятии печатается база данных. То есть, в этой базе данных есть фотографии, есть описание вида деятельности, контактные номера и эмейлы. То есть, потом все участники его получают и на почту, но суть в том, что... А как согласились участники? Что? То есть, им это тоже полезно? Им это тоже полезно. То есть, им это тоже интересно, потому что, во-первых, много кто пытается решить свою задачу, которую я решаю за одно мероприятие. А во-вторых, это все-таки 70 человек, 70 различных, достаточно толковых людей, почему бы среди них не познакомиться и не попытаться найти для себя какую-то новую возможность. То есть, людям реально интересно. Самые звучные имена, кто будет у вас? Я просто не уверен еще самых звучных, но если брать тех, кто уже 100% будут, это Борис Лазовский, Екатерина Бабич, Аня Шавыра. Всех остальных я не берусь ответственность называть, потому что, возможно, будут, возможно, нет. Вот именно, возможно, будет Песоцкий, возможно, будет Дыркач. По крайней мере, они приглашаются и предварительно они немного заинтересованы. Но я говорю, я не могу взять на себя ответственность. Точно ли они будут, я не знаю. То есть, все-таки, мало ли что там. Не они проявляли интерес, вы сами им делали предложения. Но те фамилии, которые вы назвали, это достаточно серьезно для Полтавы, конечно. Ирина Бахановская будет со стороны HR. Ну, то есть, ее очень много. То есть, бизнесы знают в Полтаве. Все-таки топ HR, как я считаю. В общем, когда вы начали заниматься данным? Вы молодой, сколько вы лет? Мне 20. 20 лет, да, очень юный. Как давно этим занимаетесь и почему? Этим или вообще деятельностью в плане продвижения? Ну да, в плане продвижения. Ну, в 17 лет я основал молодежный бизнес-клуб. В принципе, это был тот фундамент, который уже дал мне возможность дальше двигаться. Потому что я был там, и остаюсь по-прежнему самым молодым. И все эти предприниматели, которые находятся в нашем молодежном бизнес-клубе, они меня вытягивали вверх. То есть, ввиду их опыта, ввиду их деятельности, я мог как-то, наверное, более быстрыми шагами двигаться к чему-то интересному. То есть, опыт все-таки позволил? Да. И опять же, вы пробуете свести людей для опыта? Ну, не только. То есть, основная моя деятельность – это привлечение инвестиций под стартапы-проекты, за что я беру свою комиссию. То есть, это то, где я, грубо говоря, зарабатываю. Если брать это мероприятие, оно для меня не коммерческое, оно для меня репутационное и социальное, потому что, ну, оно, грубо говоря, выходит в ноль. И я не вижу в нем какого-то заработка. Какие самые интересные бизнес-проекты, возможно, можете открыть на таких встречах? Знакомились и развивались? Сотрудничество? Да. На данный момент, ну, если брать бизнес-нетворкинг, он прошел только один. То есть, я не могу… То есть, есть ли уже какой-то результат? Да. Вот я же говорю, что результатов не так, чтобы много, но они есть. Например, сейчас ведутся переговоры между… ну, люди встретились, они переговорили. Один директор биржи по торгам, другая имеет завязки, там, большие партии поставки соли. В итоге, теперь они эту соль будут поставлять на эту биржу и продавать. А вторая завязка – это один человек очень хотел поставлять элитные продукции на элитные рестораны в Украине. Одна женщина у нас по Полтаве, Наталья занимается, ну, не так, чтобы монополист, но, грубо говоря, во все рестораны, во все кафетерии она поставляет морепродукты, замороженные овощи и прочее, прочее. В итоге они сгруппировались и теперь вместе работают, вместе развивают эту нишу, еще хотят запускать фасовку овощей, замороженных прочее. То есть рождаются? Да. Это замечательно. Да. То есть в чем был основной плюс вообще в прошлом моего мероприятия, что я увидел? Люди, которые знакомы, которые знакомы даже, например, больше пяти лет, они пришли, они за мероприятие заплатили, они понимали, что они должны что-то с него получить. И они даже друг с другом нашли какие-то взаимоперетекающие… О, так ты этим занимался? Сколько мы знакомы, а я и не знала. Да, 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 да. Это так и было. И получается, теперь они тоже ведут какую-то совместную деятельность, потому что ему нужно было это и ему нужно было это. И они, о, а мы искали. То есть плюс в том, что человек целенаправленно ищет какую-то для себя возможность и пытается ее развивать. Например, в молодежном бизнес-лубе такого нет. Мы, если приходим, то просто там 20 человек, предприниматели, и мы о чем-то говорим, но никто себя не продает. А там люди приходят себя продавать и пытаться по максимуму выжить с этого мероприятия. Ну, такой вот вечер бизнес-встреч и знакомство. Ну что, вот такое у нас доброе утро получилось. Ну, так, чтобы к вам попасть, надо где-то регистрироваться? Надо. Где? Надо, говорите, где. Ух ты. Рекламируйтесь по полной. Спасибо. А как бы так сказать, у нас есть сайт, то есть лендинг, на котором есть вся информация. Как еще раз называется? Ну, оно называется бизнес-нетворкинг в Полтаве, но я не знаю, как бы так людям передать, чтобы они ввели. То есть там с нетворкинг, оно на английском пишется нету. Я думаю, на английском. Вы напишите, Света перепишет и все покажет. Все намного проще. А то так и не смогу прорекламировать. Всем доброго утра. Вам что-то, кто-то нужен? Да. Пожалуйста, регистрируйтесь, Света вам покажет, где регистрироваться. Всем доброго утра, удачного дня. Сегодня даже солнышко вышло. Сегодня с утра я уже говорил. Несмотря на то, что в процессе. Сегодня утро я встал и действительно, сегодня день солнечных детей. Детей с синдромом Дауна. И вот солнце блеснуло, я вышел на улицу. Действительно, вот как-то у меня все совместилось. И так неожиданно. Ну, доброе утро, удачи, здоровья. Спасибо.